Добрый вечер, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельян. Наталья Макрасова. Савторы проекта «Излави визуальная», где мы обучаем стремительному освоению визуальной машины. Нуля. Напоминаю о том, что 9-месячные курсы запустили онлайн ещё в 2012 году, и до сих пор мы это ведём, потому что нам это очень интересно. Мы передаём свой опыт. Ну, а сейчас мы хотим рассказать о том, что не все хотят учиться на 9-месячных курсах, потому что не все приходят к нам нулевиками. Есть те, кто уже всё-таки много чего умеет, но не хватает какого-то зерна. И в этом случае вы можете присоединиться к нам на любом курсе нашего 9-месячного курса, либо приобрести отдельный урок. В том числе курс для тех, кто хорошо умеет вязать, но испытывает проблемы с построением выкройки, с сохранением, с рисованием, с узорами. То есть книд-стайлер – это самая, по-моему, оптимальная форма как раз для построения выкройок. Но книд-стайлер и дизайн-книд – это две прогнозы. Ну, книд-стайлер более распространена, потому что она находится в свободном доступе. Бесплатная. Бесплатная, и она более простая. Она требует… Нет, не то, что учиться не требует, она проще. Она проще гораздо восприятия и пользования. Мы приглашаем вас на курс книд-стайлер за 5 дней, где в течение 5 дней мы с вами пройдём всё, что в этой программе есть сложного, потому что там очень-очень много… Не сложного и не сложного. Пройдём всё. Да, там очень много есть нюансов, которые наглядно не видны, которые совершенно самому не разобраться. Инструкции нет, ничего нет, и поэтому здесь нужно, чтобы кто-то объяснил. Доходишь до какого-то ступора и не понимаешь, что ты делаешь неправильно. Объясните мне, что я делаю неправильно. Понятия не имею, что делать неправильно. Поэтому мы запускаем этот курс и тем, кому… Потому что мы будем, в принципе, его повторять после того, как наша школа дойдёт до закончения 4 курса, и мы 5-м даём эту программу. Но тем, у кого уже достаточно опыта для вязания, мы проводим сейчас, в самом начале, чтобы вы могли эту программу применять. Для прохождения курса книд-стайлер за 5 дней нашего курса вам нужен компьютер, точка. Почему? Потому что смотреть с телефона и пользоваться программой книд-стайлер с телефона смысла нет. Потому что всё-таки это программа построения, вязания, чтобы вы видели каждую петлю, чтобы вы могли рисовать кнопки. Невозможно. Невозможно. Поэтому для пользования программой книд-стайлер и для изучения этой программы вам будет нужен компьютер. Этот курс подходит для вязальных машин и также ручного вязания. Потому что некоторые считают, что у меня нет вязальной машины, мне курс не подходит. Но спицы, крючком, конечно, нет, но вот те, кто вяжет спицами, мы расскажем попозже, как вы можете эту программу использовать. Ну и также электронные вязальные машины типа Silver 840, для которой эта программа создавалась, это для вас как бы вообще просто на первом месте программа, которую нужно осваивать. В чём отличие программы книд-стайлер от сервисов выкроек, калькуляторов пряжи и сервисов создания узоров? Ну, книд-стайлер на самом деле не имеет тех ограничений, которые имеют подобные ресурсы, потому что они слишком малы и слишком уграничены. Одни из них не делают кривые линии, другие округляют до целого числа пятериную пробу, третьи имеют ограничения в моделях и выйти за них вы не можете. Сменить что-то в этой модели вы тоже не можете. То есть, если такая модель... Вы не можете. Создать какие-то модели по своему усмотрению вы не можете. То есть, там сплошные ограничения, сплошные. Книд-стайлер этих ограничений лишён. То есть, он может делать в процессе выкроек всю. То есть, он и имеет очень высокую точность в петельной пробе. Это очень важно. Это очень важно, потому что, если вы правильно по всем канонам сделали петельную пробу, петельный образец, книд вам сделает идеальное изделие. Даже если вы будете сопротивляться. То есть, он вам считает без нареканий. А что такое до сотых? Я хочу объяснить. Это значит, на 100 петлях у вас плюс-минус одна петля погрешности. Это не 15 петель, это не 20 петель. Там, где округление до десятых и до целых. До целых, когда округление, это вообще ужас. Ну, на самом деле, у меня на уроках, когда мы проходим расчёт полотна, я привожу пример как раз расчёта сторонних ресурсов. Я очень благодарна людям, которые выкладывают эти ресурсы для того, чтобы облегчить нам жизнь. Но надо учитывать, что при расчёте мы можем уйти до 10 сантиметров на изделие. Это много, это катастрофично. Поэтому пользуйтесь над теми ресурсами, которые нам представляют точную выкройку, точный расчёт. Ну, вот образцы моделирования, это вот мы ещё раз сказали, что если вы пользуетесь каким-то ресурсом, где вязание по образцам, то есть вот такое изделие, такое изделие, всё, за пределы выйти не можете. Если вам нужно, всё нравится, но нужен воротник какой-то, там вы внести изменения не сможете. Здесь вы это можете сделать. Наложение узоров на выкройку, комбинирование узоров, которые есть в программе, хранение созданных узоров, потому что вы что-то нарисовали и вы хотите сохранить, если вы находитесь на каком-то сервисе узоров, который вы можете скомбинировать, в этот узор сохранить не можете, если вы не вошли в личный кабинет. Личный кабинет в большинстве случаев нет. Ну, вы наложить на вязание не можете. Да. Значит, ослеживание процесса вязания, то есть вы не понимаете, в каком месте вы находитесь. Уехали, всё, начинай заново. Хранение выкроек на себя, ни один ресурс не позволяет. Он хранит на себя и заводит там эти 150 выкроек. Внесение изменений на любом этапе. Это очень важно, потому что вязали, вязали, передумали, раз что-то заменили. Сохранили как? Сохранили тот вариант и этот вариант, без вопроса. Возврат к процессу вязания в любое время – это очень важно. Как мы с Дальки сидели, смеялись, начала вязать, была беременная, ушла, пришла, продолжила, потом бац, развелась и продолжила дальше. И всё время вышла в третий раз замуж и опять вернулась к этому вязанию, и все ваши сведения останутся. Ну, а также отправка готовых выкроек и узоров – это вообще идеально, потому что если вы создаёте узоры, есть даже бизнес такой, когда создают выкроек и узоры и продают их, выкладывают куда-то, чтобы можно было скачать и поделиться. Поэтому, когда вы пользуетесь этим ресурсом, то вы можете создавать для кого-то, рассчитывать выкроеки. То есть использование этой программы экономит время, силу и эмоции. Для исправления программы «Книстайлер» нужен самый простой компьютер. Более того, я рекомендую приобрести или попросили в дар, или найти где-нибудь в закромах старенький ноутбук, который вы можете носить с собой на столе. Создали выкроек, нарисовали узор, поднесли к машинке, подключили и провязали. То есть у меня персонально для «Книто» есть старый, старый ноутбук, у которого памяти 3 гигабальта. У него больше ничего не нужно. Вот этого больше не нужно. Наоборот, он отлично работает вот на таких ресурсах. На современных компьютерах у него бывают проблемы. На этом всё отлично. Какие возможности программы «Книстайлера»? Первое. Мы разделили на три этапа. Первое – это выкроек. Выкроек дает возможность создать любую, абсолютно любую, совершенно любую выкроек. Он у них в программе, который… То есть конструкторы есть в стандартных изделиях. По образцам. У них конструкторы не по образцам. Как из пазла вы можете создать изделие по своему размеру. Далее вы можете нарисовать сами эту выкроек, если умеете. Вы можете отредактировать ту выкроек, которую вы создали, получили в дар или нарисовали, на любой размер. То есть вы можете перестроить на размер побольше, получше. Вы храните выкроек внутри программы. На всю свою семью, на всех своих клиентов. Храните любые выкройки внутри программы, плюс к этому вы можете их дублировать на сторонние какие-то носители, чтобы не потерять. Опять же, размеры всех клиентов очень важны. Вы один раз снимаете размер человека, заносите в программу, он там устает, что если вы вяжете какое-то изделие, вы можете делать это удаленно. Вам человек для снятия мерок уже не нужен. Петельные пробы – это вообще песня, потому что каждый раз вам не нужно ее хранить, где-то эти петельные пробы, вам не нужно ее куда-то записывать. Вы их один раз делали, занесли в компьютер, она хранится навечно. То есть на каждую пряжу, на каждую машинку вы можете создать эти пробы и забыли. То есть вы вяжете из такой пряжи, из такой пряжи, из такой. На каждую пряжу по шести этим вариантам связали петельную пробу и все. Просто вяжете, вяжете, заполнили и забыли. Ну и калькулятор расходы. Калькулятор – это тоже очень важно, потому что девчонки все время спрашивают, сколько ж ниточек на эту кофточку надо. Вот столько и надо. Вот вы видите создание выкроек, вот так выглядит страница выкроек. То есть это можно рисовать. Все эти точки двигать, туда-сюда двигать. Можете редактировать из калькулятора петельной пробы. Вот как раз такой выглядит. Видите, у меня машинка Нева, крыл детский, шестая плотность. Все, я выбираю, видите, внизу кнопочка применить. И все, у меня пойдет расчет по такому вот этой петельной пробе. Ну, много еще чего. Все, кто придет, вы узнаете. Второй этап рисования. В программе встроена огромная галерея узоров. Просто огромная. Ее можно добавлять, корректировать, ими можно делиться, закачивать из сторонних ресурсов. То есть галерея бесконечная. Редактор узоров позволяет эти узоры нам миксовать, переделывать, корректировать, менять цвет, форму и так далее. Есть возможность распечатать узоры для тех, кому они нужны на бумажных носителях. И очень интересная функция конвертация, когда мы можем взять из интернета либо сфотографированную какую-то картинку, либо фотографию и перевести ее в петельную порядную форму. То есть мы можем ее связать. Вот здесь тоже очень интересная функция рисования. То есть вы можете по рисунку своего ребенка, либо попросить ребенка порисовать на выкройке. На экране, прямо на экране он рисует своей ручкой, и вы это провяжете. Вот у нас было у одного из учеников. Ну и вот опять же превращение какой-то картинки в картинку на изделие. То есть если у вас сил хватит связать вот это ручками, но если у вас электронная машина, она вам легко свяжет. Вот это у нас Валентина Кашутина, она этого кота нарисовала, и на ребенке. На НИИ 5. Да, на НИИ 5, ручками. Ну и галерея готовых узоров. Вот вы видите галереи, там где галереи написано, видите, много-много-много, и каждая из этих галереи... Ну и так далее. Имеет подпункты. А что такое управление вязанием? Управление вязанием – это как раз то, что у нас следит за процессом. То есть мы, машина, сам компьютер, который у вас стоит на столе, отслеживает вязание узора, следит за сменой цвета, прибавками и убавками. То есть при смене чего бы то ни было, любой операции, она подает сигнал звуковой. То есть звуковые сигналы можно задать одинаковые, можно разные на каждую функцию, будет противно пикать, не перепутать. То есть машина... То есть на цвет у вас один пиканье, на смену узора, на третий и так далее. То есть очень-очень интересно, полезно. Вот вы видите раздел галереи, вот так он выглядит. В правом верхнем углу мы видим количество петель, количество рядов всего изделия, количество рядов до какого-то действия, сколько убрать слева, сколько убрать право, цвет, который мы вяжем и так далее. То есть полностью мы контролируем вязание на вот этой вот странице. Мы сидим и видим на экране. Вот мы сидим и есть у нас машинка или нет, мы все равно видим. То есть это и показывает, что мы можем это использовать при вязании спицами. Почему? Потому что мы видим, где мы находимся. Вот мы видим вот здесь, какой у нас ряд, 90? Да, 90 игл в работе, 96 ряд, 21 ряд до смены чего бы то ни было. До смены, да вот до сюда, до убавки. Вот мы все это видим. Ну и какой вывод? Если у вас электронная вязальная машина, вам достаточно нарисовать выкройку, наложить на нее картинку и пойти поводить кареткой. Это идеальная легкая конструкция. Если у вас механическая машина, вы получаете интерактивные подсказки, то есть вы по ходу дела видите, где вы находитесь и какую операцию надо произвести. Вы не контролируете вязание, вам это не нужно. Вы нарисовали и забыли. То есть вы думаете о своем, машина за вас следит, за вами следит, следит за вашим вязанием. И когда девчонки допускают какие-то ошибки уже по опыту моему и других вязальщиц, могу сказать, что это ошибка от неумения вязать, а не от пользователя программы. Не от того, что к нит, да, неправильно вам посчитала, что-то сделать. То есть ваша задача, как пользователя программы, снять правильные мерки, сделать точную петельную пробу и скорректировать выкройку, если это надо. Если не надо, используйте ту, которую у вас есть. Ну вот три варианта использования программы. Первое. При ручном вязании. То есть у вас спицы, смотрите на экран, и вы можете эту программу использовать для создания выкройки, хранения выкройки на себя, отправка выкройки, если вы с кем-то делитесь, а также создание, хранение, отправка узоров. Это все позволяет. Отслеживание вязания. То есть вы на экране видите, на каком ряду вы находитесь. И сохранение, внесение изменений – это очень важно, потому что вы можете свое все менять. И в любой момент вы берете, все меняете, вернулись туда, вернулись сюда. То есть в любой момент вы понимаете, на каком этапе вы находитесь. Ну, это то же самое, вы двигаете мышкой. Ну, вы двигаете мышкой, да. Поэтому вместе со спицами мы положили мышку. Все, что вам надо – это мышка, спицы и пряжа. Смотрите на экран, мышки передвигаете, как если бы линейка передвигали руками. То есть линейка передвигается руками, руками в смысле мышкой. Узоры ряды провязываются руками, спицами. Применение программ «Книстайлер» для машин без электроники. То есть что такое машина без электроники? Ручные и перпокарточные. Вот, пожалуйста, вам Нева. Перед ней стоит компьютер. Подключен через адаптер. Адаптер. По принципу электронного счетчика. Вот здесь вот у нас счетчик стоит. Счетчик на каретке магнит. Магнит поезжает через счетчик, через вот эту вот ответную часть. И у нас на экране передвигается линейка. То есть вам не надо мушкой двигаться в линейку, если у вас нет адаптера, вы точно так же, как при ручном вязании, мышкой передвигаете эту линейку. И она отслеживает вязание, пикает в нужном месте, показывает, где она. Большое заблуждение то, что применение, когда вы программ «Книстайлер» и делаете переходник. Да, когда вы ставите адаптер, многие считают, что Нева 2 начнет сама вязать. Сама вязать узоры, да. Это не так. Копеечный адаптер – это всего лишь передвигание линейки по экрану. То есть вы не ручками передвигаете мышку, а у вас передвигается это автоматически. Если вам жалко денег на приобретение адаптера, передвигаете мышкой, ничего не изменит. Таким образом, применение «Книстайлер» для механических машин с перфокартами и просто механических заключается в том, что отслеживание вязания происходит в автоматическом либо ручном варианте. То есть вы либо ручками мышкой двигаете, либо у вас, если адаптер стоит, адаптер вам передвигается. Когда следующий ряд, линейка у вас переходит. Всё, больше ничего нет. Адаптер передвигает линейку, ряды провязывает машина, а узоры провязываются ручками, ну, либо перфокартами. Ну, как было, так и остается. Только единственное, что у вас адаптер передвигает линейку. То есть, ещё раз, перфокарочная машина не становится электронной, она не начинает у вас вязать сама все ваши узоры, у неё не меняются узоры, которые превышают ширину перфокарты. То есть, если вы думаете, что вы программу «Книстайлер» установили, и сразу на 200 игл у вас узор, ничего подобного. Это всё, да. То есть вы точно так же только ручками сможете это сделать. Ручная машинка остаётся механической. И применение программ «Книстайлер» не делает машину электронной. Но зато, если у вас программа, точнее, если у вас машинка «Сервер Рид 840», то в этом случае, если у вас есть вот это вот присутствия… Это крутая коробочка, которую так и называют. То есть это тоже адаптер-переходник, который соединяет, собственно, компьютер на столе и компьютер, который встроен в машину. Вы видите, штекер втыкается в каретку. Не в счётчик. Не в счётчик. То есть это втыкается в каретку, и компьютер, встроенный в саму машинку, начинает после этого работать. Всё, что делается, это провязываются узоры. То есть вот этот адаптер, мало того, что он двигает линейку, всё как обычно, то есть происходит всё то же самое, а только плюс к этому провязывают узоры, то есть выдвигают иглы. Точнее, всё то же самое, что произошло раньше. Автоматическое отслеживание вязания и автоматическое провязывание узоров. В том случае, если у вас… Электронная машина. Да, и есть вот эта вот коробочка. Коробочка, да. В случае, если коробочки нет, ваша машина не считается электронной. Она считается… Ручной. Ручной. Поэтому различие между коробочкой и адаптером. Некоторые считают, что… В принципе, вот это тоже адаптером можно называть. Это адаптер, да. Переходи. Но чтобы не путать, вот как бы у него вот такое кодовое название, его все называют коробочка для вязания носителей, да. И адаптер, ну вот, ну адапт. Вот различия между ними, мы их положили дворяром. Кто-то называется шнурка, в общем. Да, шнурки, в общем, как угодно. Шнурки, шнурки, да. Здесь нужно просто чётко различать. В чём разница? Функция адаптера. Во-первых, адаптер можно приобрести по ссылке под видео. Мы не продаём, мы просто вам рекомендуем группу, в которой можно приобрести функцию адаптера. Кто-то делает его сам из мышки. Мы никого не советуем. Мы просто говорим, что если кому-то надо для программы Инстайлер, чтобы вы хотите, чтобы у вас линейка двигалась по компьютеру самостоятельно, не надо было мыши перещелкивать, то, значит, смотрите ниже. Функция адаптера – это исключительно двигать линейку по выкройке. Функция коробочки, то есть этого устройства, которое подключается между компьютерами, это двигать линейку по выкройке в автоматическом режиме, соединять два компьютера и автоматически провязывать узоры. Вот только в этом случае вы сможете дать своему устройству, точнее, довериться своей вязальной машине, и она вас будет вязать. Исключение, конечно, вот как это запищит, где нужно делать убавки, мы останавливаемся и делаем убавки. Узоры она провязывает сама в соответствии с программой, которую мы из-за неё сложили. Поэтому на нашем курсе «Книстали за 5 дней» мы проводим за 5 дней в течение 10 дней, то есть сегодня занятие, завтра выполняем домашнее занятие, послезавтра опять занятие. Через 10 дней. За 10 дней мы. То есть первый урок – это знакомство с программой, все кнопки, всё мы это проходим. Ну, не все. Мы смотрим основные кнопки, которые нам позволяют производить начальную операцию. То есть построение выкройки, корректировка, небольшие рисования. То есть мы знакомимся поверхностно с программой, чтобы для того, чтобы заниматься куда-то идти вглубь, нам, конечно, нужно до автоматизма довести какие-то основные навыки. Вот этим мы занимаемся на первом уроке. И вы видите домашнее задание первого урока. Наша задача – нарисовать фигуру, выровнять её по размеру машинки и заполнить узором. Любой вариант. Любой вариант. Второй вариант. Второй урок. Раздел выкройки, разобравшись на первом уроке с основами, мы берём конструктор, занимаемся уже моделями, уже занимаемся одеждой. То есть мы берём то, что нам предлагает программа и корректируем по своим размерам, потому что программа старая, она создаёт модели по моде прошлых лет. Большие плечи, широкая попа, извиняюсь, и так далее. То есть мы корректируем уже по себе. Мы можем делать платье, сарафан, перемоделировать, то есть мы делаем моделирование. То есть как раз вот делаем отрез по линии плеча, вот как это будет выглядеть в изделии. Есть много нюансов. Цель не в том, чтобы отрезать плечо, а в том, чтобы показать, как делается моделирование, потому что программа, ещё раз говорю, старая, и вот такая вот операция требует налога, и требует... Просто так непонятно, как это сделать. Третий урок рисовать. Любимый раздел. Любимый раздел, любимый раздел, девчонки просто с восторгом воспринимают. Рисуют такую красоту, вопрос другой, как это вязать. Но рисовать одно удовольствие. Задача состыковать узоры из галереи, которые имеют разную ширину. Вот как их состыковать, так чтобы они... Они имеют не только разную ширину, они имеют ещё разный вид. То есть мы берём любые узоры и совмещаем их в единое полотно. Вот это задача этого урока. Вот взяли три разных варианта и совместили их в единое. Вот они все разного цвета, чтобы нам их вязать, мы сделали. Задача этого урока не только совмещать узоры, самое главное, это, конечно, распределение по полотну. То есть вы видите, если хаотично распределить узор, как это делать в основном, от начала поставили, как пойдёт, наша задача научиться распределять эти узоры так, чтобы они чётко заткали всё полотно, не было отрезанных голов и лошадок, чтобы всё уместилось на одном изделии. Вот как здесь где-то голова у птицы есть, где-то нет. Это неправильно. Некрасиво, я бы сказала. Мы эту птичку размещаем целиком и она у нас получается достаточно прилично выглядит. Четвёртый урок «Конвертер» это тоже один из таких интересных уроков. Он требует навыка. Разбираемся, как любую фотографию, любую картинку из интернета, которая вам понравилась, завести в программу. Вы видите здесь, как девчонки справлялись с домашним заданием. То есть вы берёте любую картинку, которая на душу ляжет и распределяете по полотну. Это фотография сына. Вы представляете, какая красота. Другое дело, как это вязать. Ну, если электроника, она свяжет. На самом деле, если у вас есть терпение, время и желание, вы это сделаете. Ну, я бы сказала, что в дизайне это больше возможностей, в книге меньше. В книге 20 лет, его после этого не перестраивали, соответственно, вот он немножко костный, но к нему есть подход. Да. Ну и пятый урок. Он такой завершающий, обобщающий, когда мы из интернета выбираем мечту какую-нибудь, которая нам была ранее недоступна и подготавливаем к вязанию. То есть корректируем по своим размерам, смотрим, как это всё... Ну, конечно, для того, чтобы это всё делать, нужно уметь сделать выкройки. Само собой этого мы не обучаем, мы обучаем работе с программой. Поэтому, если вы умеете строить выкройки, для вас это всё просто идеально ляжет. То есть мы разбираем модель, рисуем выкройку, накладываем узор и храним. То есть вы можете вот эту модель продавать, делиться... То есть загружаем сторонние файлы и отправляем, отсылаем. То есть мы здесь делимся уже как бы с миром. Вот эта задача уже работает на... На продажу. На продажу. Вполне возможно. Вот как пример. Это мой или иной джемпер. Мы его провязываем, заносим раздел модели, выкройку и внешний вид, описание и помещаем в раздел модели. После этого мы можем этим джемпером делиться со всем миром, продавать, дарить и хранить у себя в виде вот такой вот уже красоты. На нашем курсе обязательно отчёты, потому что в противном случае мы не понимаем, поняли вы или нет. Есть курсы, точнее все курсы, направлены на то, чтобы знания полученные были применены. Если вы посмотрели, не применили здесь сейчас, точнее даже если вы не отработали, хотя бы не отработали здесь сейчас, в голове ничего не останется. Если вы сейчас хотя бы отработали, в голове через какое-то время что-то останется. Если не просмотреть, не сделать сейчас, просто посмотреть, через два дня ничего не останется. Ну и всем, кто присылает пять отчётов, мы дарим бонус. Это выкрик о медведе подушки. Ну вот мы нашли в интернете, очень нам понравился такой медвежонок. Мы его нарисовали и в таком виде мы предлагаем выкроек у этого медведя, вы можете связать, ни один человек не связал. Ну, потому что они уже сами могут любого медведя нарисовать, возникнет необходимость, они нарисуют и провяжут. Но все равно бонус, он бонус, у вас уже все готово, вам не нужно все это делать. Поэтому прохождение программы «Книстайлер» за 5 дней, которую мы начинаем со следующего понедельника, не превращает вашу любую машину и спицы, тем более «Сильвер 840» электронный, не обучает моделированию выкроек. То есть мы не обучаем вас строить. Именно выкроек, то есть не работать в программе, а именно построение профессионального выкроек. Это работа на курсе мастер-группы. Да, это не здесь. То есть мы здесь, если вы умеете делать, вы сможете эту свою выкроеку перенести в компьютер. Перенести, построить линейки, показываю, как это сделать. Но, собственно, сами эти уникальные выкроеки мы устроим в мастер-группу. Эта программа, точнее вот этот курс «Кминстайлер» за 5 дней, не сделает вас асом машинного вязания, потому что задача у этого курса другая. Мы не вяжем здесь на машинке. Не сделает вас фэшн-дизайнером, то есть если вы думаете, что мы здесь будем моделировать и создавать какие-то сильно креативные изделия, нет. Но эта программа значительно, просто безумно сократит время, которое вы тратите на расчёты, на разработки и на вязание самого изделия. То есть почему мы эту программу проходим у себя на курсе пятым курсом? Потому что девочки уже всё поняли, как делается руками, и у них стоит вопрос, как вязать быстрее. И мы проходим эту программу пятым курсом, после того, как мы прошли отрезной лифт и много чего прошли. Мы будем сажать изделия на себя, идеально корректировать выкройки, создавать выкройки, и тогда они уже являются идеальными пользователями этой программы. И поэтому у себя на курсе мы будем проходить её пятым курсом, точнее, это где-то уже в январе. Ну, а для тех, кто понимает, что он уже выкройки строить умеет и вязать умеет, у него стоит только вопрос, откуда взять лишние 4 часа в день для того, чтобы всё-таки вязать быстрее, потому как клиенты стоят в очереди. Для вас эта программа здесь сейчас, мы начинаем с понедельника. Стоимость программы в настоящий момент 3,5 тысячи рублей. Ссылочка находится под этим видео, вы можете перейти и оплатить участие в этой программе. С понедельника мы высылаем первый урок, и в течение 10 дней мы закончим эту программу, вы поймёте, какую пользу непоправимую она приносит для тех, кто всё-таки умеет вязать. Вопросы пишите на почту. Мы ещё раз напоминаем, что не пишите под постами, не пишите под видео в этом, а как мне оплатить, потому что найдутся люди, которые вам предоставят свой кошелёк, куда вы можете заплатить эти деньги. Поэтому все вопросы пишите на почту, ссылка на почту под этим видео, копируйте и пишите, я вам обязательно отвечу. Скачать программу Книстайлер можно с сайта Книстайлер.ком. Это программа открытая, бесплатная. Мы её не продаём, мы ничего про неё как бы не говорим, покупайте у нас, она в открытом доступе. Если сможете разобраться сами, пожалуйста, если не сможете разобраться, большинство тех, кто приходит, не смогли разобраться. Более того, мы рекомендуем настоятельно, если вы хотите к нам присоединиться в группе, скачать эту программу и посмотреть, что она работает на вашем компьютере, работает с вашим оборудованием. Иначе могут быть неприятные сюрпризы. То есть если программа у вас установилась и корректно работает, добро пожаловать в нашу группу. Марина пишет, вот тоже подумаю купить у вас этот курс. Марина, ещё раз напомню, что мы приглашаем на этот курс тех, кто прошёл уже какой-то этап создания выкроек и понимает, для чего ему это надо. Потому что если вы думаете, что эта программа вам позволит, делая первичные шаги в машинном вязании, ещё и быстрее вязать, вы просто разорвётесь на две стороны. Вы не сможете одновременно и тем, и другим заниматься. Я просто знаю, что девчонок, они испытывали разочарование, кто не послушался. Пошёл на первом курсе, они сказали, да, вязать меня это не научила, только запутала. Только запутала. Не хватает времени на основное, на то, чему вы учитесь. Ну и напоминаю, что вся информация о наших курсах, которые мы с Натальей ведём, находится под этим видео. Приходите, мы вас научим пользоваться этой программой, вы получите огромное удовольствие от того, какие возможности она даёт. То есть кажется, вроде бы возможностей немного, вроде бы программа старая, тем не менее она даёт очень большие возможности для тех, у кого, ну кто не может купить, например, дизайн КНИД за сколько там, тысяч, тысяч рублей. У дизайн КНИД больше возможностей, но нужно с чего-то начинать. То есть либо вы купите деньги, покупаете эту программу, либо за три с половиной тысячи мы вас научим всяким-всяким секретом, которые вот здесь и сейчас вам дадут огромный толчок для того, чтобы вы начали всё-таки уже экономить своё время. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что здесь мы выкладываем очень много чего интересного, в том числе все анонсы наших курсов, которые мы с Натальей ведём.